Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в рубрике по вашим заявкам компания Intel Насчет этой организации приходило несколько обращений, поэтому сегодня делаю ее обзор Компания Intel является производителем электронных устройств, компьютерных компонентов, микропроцессоров Находится штаб-квартира в Калифорнии и вообще Intel основана в 1968 году По показателям в Тинькове коротенько есть данные, но я вам приведу более подробные параметры Показатель PE, с которого мы начинаем оценку, это цена акции рыночная по отношению к прибыли на акцию Сейчас составляет около 11, то есть показатель довольно приличный До 20 для рынка США считается показателем позитивным Форвардный PE, то есть PE на будущий период ожидается в районе 10,5 То есть ожидается улучшение, компания планирует, что прибыль на акцию у нее вырастет Так что PE и форвардный PE довольно позитивны Показатель PE, отображающий переоцененность или недооцененность акции, находится в районе 1,5 То есть он говорит о том, что акции несколько переоценены Но это все в допустимых диапазонах, учитывая известность компании Intel Показатель цена к объему выручки чуть больше 3, то есть это значит, что стоимость компании покрывается выручкой чуть более чем за 3 года То есть показатель довольно-таки высоковат, но опять же находится в таком среднем положении То есть это нормально для компании Intel и такой компании достаточно крупной Можно сказать, что он средний Показатель стоимости рыночной акции к балансовой стоимости тоже чуть больше 3 Тоже показатель чуть высоковат, но в целом для Intel, как и прошлый показатель Он будет являться нормальным, абсолютно допустимым, учитывая известность компании Как я уже не раз говорил, мы берем для этого показателя ПБ текущую рыночную стоимость И сравниваем с балансовой стоимостью акции по бухгалтерскому балансу То есть она по бухгалтерскому балансу у Intel стоит чуть более 16 долларов На рыночную стоимость на текущий момент чуть больше 50 долларов То есть соотношение получается чуть больше 3 Следующий показатель цена к свободному денежному потоку в районе 26 Точно такой же, как и предыдущие показатели, чуть завышен Но находится в абсолютно нормальных допустимых пределах Он отображает способность компании рассчитываться по выплатам дивидендов По выплатам с долговыми обязательствами И он находится в вполне нормальном положении То есть можно считать его как средний нейтральный показатель Долгов в компании достаточно мало То есть соотношение меньше единицы Порядка 34% у компании в долг Большая часть активов находится в собственности компании То есть долгов практически нет Это очень позитивный момент Текущая стоимость на рынке Давайте на сегодняшний день посмотрим Это 50 долларов 69 центов По графику за весь период Можем наблюдать, что компания Intel достаточно стабильно растет Не избегает волатильности, конечно Но в целом тренд позитивный И в принципе вот эти показатели, которые я озвучил Они отображают ту обстановку дел, которую мы видим на графике То есть тут все показатели находятся в норме Никаких проблем у компании с финансами нет Все стабильно, планомерно развивается, расширяется И год от года компания наращивает прибыль По новостной ленте Давайте посмотрим, может Тинькович что-то есть Тоже ничего интересного Ну вот за исключением гендиректора Intel нашла нового гендиректора После 7 месяцев поисков Ну это, пожалуй, максимальная интересная новость Которую я нашел по Intel В принципе обсуждаются только производственные моменты Там плюсы и минусы Какие-то расширения Сужения То есть штатные Штатные производственные вопросы Ну вот самая большая Скажем так новость Что Intel нашла нового гендиректора Ну тут тоже никакой сенсации нет Этого гендиректора уже рассматривали довольно-таки давно И тут никаких По сути больших новостей тоже нет То есть все в плане новостного фона Аналитиков Движений внутри самой компании Оно так же стабильно Как коэффициенты И рассказать особо не о чем Поэтому не буду тратить время на мелочи На самом деле там ничего интересного нет Следующий параметр у нас Это дивиденды На текущий момент Приобретая акцию стоимостью 50 долларов Вы получаете дивидендную доходность Порядка 2,5% То есть нельзя компанию назвать Интересной в плане выплаты дивидендов Компания Intel скорее является акцией роста Которая имеет приятный бонус В виде дивидендов ежегодных Которые составляют чуть более чем Инфляция США То есть это такой тоже Довольно таки позитивный момент Что они вообще есть Акция наращивает выплату Можете посмотреть Достаточно стабильно В районе там 5-7% в год Наращивает выплату дивидендов Что превышает величину инфляции То есть со временем В долгосрочной перспективе Из 2,5% дивидендов У вас выйдет больше Но больших дивидендов Даже через 10 лет ожидать не стоит Как я уже говорил Intel это компания роста То есть на текущий момент На акцию стоимостью 50 долларов Выплачивается 31 цент дивидендов 5-го числа Была возможность приобрести акции Чтобы попасть под закрытие Рейстра дивидендов Оно было 6-го февраля Так что по компании Intel Такой коротенький обзор И был еще запрос От подписчика Сравнить компанию Intel С компанией AMD Что я тоже сделаю Про AMD долго рассказывать не буду Поскольку ролик про Intel Но сравнение приведу То есть Если есть какие-то сомнения В приобретении Компании Intel или AMD Они находятся в одной отрасли По AMD разобрался Был, честно сказать, удивлен Давно уже не смотрел эту компанию Потому что она мне не сильно интересна Но все перевесы в пользу Intel Можно сказать однозначно Что компания Intel Будет являться гораздо более интересным Приобретением Чем компания AMD То есть компания AMD Имеет очень много негативных показателей Таких как PE Очень завышенный показатель PEG И отношение балансовой стоимости К текущей И долгов Огромное количество То есть Я бы даже не стал рассматривать В разрезе AMD Или Intel Я бы однозначно рекомендовал Intel По AMD еще что хочу сказать Что она сейчас находится В стоимости в районе 23 долларов Я думаю, что эта цена Очень завышена И вполне мы можем В ближайшей перспективе Ждать еще падения Если только компания Не будет выкупать свои акции И дальше входить в долги Тогда падение Отложится на некоторое время Но в любом случае Это произойдет Потому что компания Очень сильно выросла На фоне майнинга На фоне продажи видеокарт Я сам довольно близок Криптовалюте и к майнингу Поэтому помню, что происходило Были заоблачные цены На видеокарты И еще было тяжело купить Все сметалось с прилавков Поэтому были огромные прибыли Акции компании взлетели Потом они упали Но упали не до того уровня Который был Я думаю, что еще падение может быть Но тут аналитики ожидают Целевую цену в районе 24 долларов Я думаю, что целевая цена Будет в районе 15 долларов Может быть 13 долларов Но это чисто мое мнение И вот такой вот Разрез сравнения с компанией Intel То есть по итогу По Intel что могу сказать Что компания неплоха Для долгосрочного инвестирования Для консервативной стратегии Можно покупать Ждать роста То есть он будет безусловно На перспективу 5-7 лет Вполне То есть ежегодно волатильность Имеет место быть Но в долгосрочной перспективе Она сглаживается Тренд восходящий И от компании Intel Можно получать доход Плюс небольшую диф доходность Так что вот в принципе Насчет компании Intel Это все Довольно стабильно На долгосрочную перспективу Можно приобретать На этом все Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok